Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 3500-летнее хецкое водохранилище в Себастье в Западной Армении все еще работает. Бюст Гаригин-НРД будет установлен в Мартонии-Варцахе. Число людей, зараженных коронавирусом в Армении увеличилось на 218. Армянская сторона предоставила медицинские и другие необходимые предметы для военного госпиталя Алеппо и других медицинских учреждений. Ситуация в Сирии. Свидетельство о геноцидной политике Османской империи. Сегодня исполняется 98 лет маэстро Угану Дуляну. 3500-летнее водохранилище в районе Аль-Тин-Ай-Алла в Западной Армении, которое построено во время Нахетов, до сих пор выполняет свое предназначение. По задумке и финансированию директора строительной компании Ферзит Артур Хачатрянов в Мартуни будет установлен бюст Гаригин-НРД. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах-През заявил заместитель мэра Мартуни Эдико Выносян. По его словам, бюст будет установлен на улице Гаригин-НРД, где раньше находился памятник, посвященный 70-летию Октябрьской революции, который с годами разрушился. Строительство бюста началось в начале года и в настоящее время близится к завершению. Автор-скульптор Армен Петросян. Аванесиан отметил, что церемония открытия состоится в сентябре. В Армении за сутки зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в новости Армении news.am сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Республики. В общей сложности на утро 19 мая в стране зарегистрирован 5041 инфицированный коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 2788 лиц за день, их число увеличилось на 70. Выздоровели 2164 человека, 145 за последние сутки, скончались 64 пациента, трое за последние сутки. Центр гуманитарного разминирования и экспертизы ГНКО сообщает, что 18 мая медицинская группа, выполняющая гуманитарную миссию Армении в сотрудничестве с Генеральным консульством Армении в Алеппо, продолжает предоставлять медицинские и другие необходимые предметы для военного госпиталя Алеппо и других медицинских учреждений. Российские военные в рамках расширения поддержки населения Сирии доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям северо-восточных провинций страны. Российский конвой достиг пункта назначения города Камышлы, вопреки противодействию американских военных, оккупировавших этот регион Сирии. Источник Телеграм сообщает, что сегодня провинцию покинула очередная партия завербованных в Алеппо и Длибе новобранцев сирийской национальной армии. Утром грузовики со 110 бойцами пересекли сирийскую границу и направились в турецкую провинцию Хатай в учебно-тренировочные лагеря. Позднее бойцы будут направлены в Ливию, где примут участие в боях на стороне нелегитимного правительства национального согласия ПНС. Свыше 8 тысяч человек уже были завербованы боевиками дивизии Султан Мурат и Алеппо в Идлибе. По информации источника, также среди завербованных около 300 новобранцев не достигли 18 лет. Самая большая коллекция архивов о геноциде против армян находится в армянском патриархате Иерусалима. Архив был основан в 1919 году в Константинополе архиепископом Завеном. С 1938 года этот уникальный архив хранится в армянском патриархате Иерусалима. С 2017 года тюрколог Лусинеса Акян и ученый-специалист по Османской империи Анис Аркисян завершили 4 визита в армянский патриархат Иерусалима, в ходе которых они очистили, классифицировали документы, содержащиеся в 11 коробках и скопировали около 25 тысяч страниц. Заведующий отделом армяно-османских отношений Института армяноведения ЕГУ Лусинеса Акян в частности сказал, «Геноцид против армян является реальностью и не вызывает сомнений. Архив представляет собой исключительную хронологию геноцида против армян и армянского вопроса, который охватывает 1911 по 1922 годы. В результате неустанной работы были собраны документы о деталях геноцида, главный организатор, массовое убийство, армян, мародерство, лишение, похищение людей, судебные процессы и реакции Министерства внутренних дел Османской империи. И очень много страниц со свидетельствами очевидцев». Полная статья доступна в сегодняшнем выпуске газеты Республики Армения. Уган Дурян родился 8 сентября 1922 года в Иерусалиме. Обучался в Иерусалимской консерватории по классам дирижирования Пфейфера и композиции Гренталя. Окончил консерваторию в 1945 году и отправился путешествовать по Европе. Совершенствовался в дирижировании в Париже. В 1957 году принял участие с Большим симфоническим оркестром, всесоюзного радио и телевидения в VI Всемирном фестивале молодежи в Москве. В то же году переехал в Ереван. В 1960 по 1965 годы Дурян был главным дирижером армянской филармонии, а с 1971 года армянского театра, опера и балета. В 1967 году основал симфонический оркестр армянского радио и телевидения. Много исполнял симфоническую музыку армянских композиторов Смидиарова, Хачатуляна, Мерзаяна, Уганесяна, Терта-Давусяна, Орбеляна, Аджемена. В 1965 по 1969 годы Дурян работал дирижером в Лейцебском оперном театре, где осуществил постановку опер «Дон Карлос» и «Князь Игорь». Дирижировал симфоническими концертами в Берлине, Дрестене, Лейпциге. В 2001 году был уволен министром культуры Романом Шаруяном с поста дирижера театра оперы и балета Армении. Оскорбленный этим увольнением, Дурян покинул Армению и принял руководство московским симфоническим оркестром, получил гражданство Франции. Умер 6 января 2011 года в Ереване, похоронен в пантеоне имени Комитаса. На сегодня у нас все. Далее мы подставим вашему вниманию Шаракан Гамуит. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.